окей добрый день опять не стримится мне видите ли сегодня при том что игр достаточно много которые сейчас хочется играть но не всегда есть настроенные игры сегодня вместо этого пожалуй запишу как бы мне все время хочется типа продуктивность была то есть чтоб что-то делать создавать как и вот вчера например песню наконец-то начал делать такая прикольная получилась но блин даже не хочется особо ее заканчивать вот я вот ту которую на видосике с туториалом делал я ее так и не закончил и теперь не могу к ней вернуться почему-то при том что как бы вроде как никаких преград то есть можно взять и продолжить ее делать я вижу что надо делать но мне как будто мешает осознание того что потом случится с этой песни то есть ничего то есть даже если я ее доделаю и выложу то это будет абсолютно никакой разницы между тем что я ее оставлю и она останется недоделанной и это так как-то глупо и вчера я наткнулся на видосик какого-то продюсера который тоже лет 10 музыку делали он говорит что пять лет примерно нужно чтобы понять твое это или не твое и вот я обычно говорю что эти поделал музыку 10 лет потому что в 2007 году я еще начал записывать на телефон всякие песни которые играл на губную гармошку там потом когда у меня появился компьютер я начал эффекты накладывать на звуки и потом нашел этот секвенсер и начал разные звуки одновременно включать вот так ритмично не знаю еще ни нот ничего никакой не музыкальной теории и потом уже в 2011 нет 10 думаю да в 2010 короче я только начал осваивать начинать разбираться в FL studio потому что он мне до этого оказался таким чем-то нереально невозможным запутанным и каким-то глупым и таким сковывающим там нереально ничего делать и до сих пор я продолжаю все новое в нем узнавать при том что как бы теперь я уже в нем умею ориентируюсь и он как бы не мешает мне творить потому что по сути задача digital audio workstation в том чтобы не стоять на пути творчества создания музыки чтобы смотреть сквозь нее на конечный результат или на то что ты слышишь в голове чтобы даже не думал о том как ты все делаешь в общем и вот я как бы дошел уже до этого уровня и многие говорят что на этом этапе надо менять долл и типа разбираться на самом деле я когда вот пытался переключиться на другие секенсеры всякие то наоборот оно мешало мне я хочу что-то сыграть быстро она пока найдешь там куда где что делать короче ну не очень хорошая идея но не в том я не о том сейчас так вот в этом видео было что пять лет требуется для того чтобы стать как бы из любителя профессионалом то есть вот эти вот пять лет такого гранда как он говорит нужны для того чтобы достичь того уровня когда чтобы ты не сделал как бы быстро как бы ну не запланировано это все равно будет она уже как бы хуже не станет то есть ты в любом случае уже делаешь всегда табильно на на хорошем уровне я понимаю что действительно особенно некоторые исполнители которые даже когда они старались все равно у них получается прикольно и что то есть в их музыке это прикольно как бы это обнадеживать с одной стороны а с другой стороны он еще одну прикольную такую мысль сказал я по крайней мере так об этом не думал он говорит что собственно вот но профессия или хобби как это смотря кто как к этому относится музыка создание это как как отношение или даже как как это супружество брак я не хочу использовать слово брак потому что он как бракованное в общем ну типа говорит что от начале отношений такой всплеск эмоций там все так именно либо очень круто либо очень плохо то есть большой динамический диапазон впечатлений так сказать а со временем оно становится и и говорит он к кому-то обращался кто уже четыре года делать музыку и говорит вот тут ты должен для себя решить готов ли ты разделить жизнь с этими хобби либо все-таки если говорит ну на четвертом году не хватает вдохновения значит может что то не так и это меня заставило задуматься потому что вот я говорю несмотря на то что я говорю что я начал 2007 музыку делать на самом деле можно считать что 2011 потому что я тогда только начал разбираться в том как ноты там строятся аккорды только сейчас считаю начинаю именно о том что они такое я всегда как бы догадывался естественно три ноты просто но о том как их применять и для чего они это надо прочувствовать сделав кучу музыки песен и разобравшись во всех этих инверсиях в общем и мне очень сильно помогло в этом делание каверов на все мои любимые песни я вообще всегда когда какая-то песня мне нравится я хочу научиться играть и сразу подбираю ноты или нахожу ну когда какая-то известная песня то легче найти конечно midi файл например со всеми тем из чего она состоит но чаще приходится подбирать на слух и вот когда делаешь каверы на песни любимые то автоматически учишься тому как некоторые аккорды там влияют на то как песня ощущается и так далее и вот я же говорю я по сути еще учусь до сих пор но смущает меня то насколько вот как бы блин вот я я же говорю меня заставило тоже задуматься готов ли я моё ли это вообще потому что всегда было какое-то сопротивление непонятное вот и мне одно время года три постоянно приходили крутые идеи я мечтал как я их реализую и как круто будет делать и даже некоторое время как бы не боялся там сам свой голос использовать чтоб типа это была моя песня не давать кому-то еще спеть свои слова как бы потому что это для меня кажется чем-то таким ну как так возможно вообще ну то есть как будто это просто вот как как стих только в аудио форме то есть для меня это всегда было чем-то таким как бы не не попытка воссоздать что-то что крутят на радио а из звуков которые у меня сейчас есть и которые мне нравятся сделать что-то свое вот это в этом для меня всегда был смысл и она круто было пока я это делал и пока как бы придумывались мелодии мне всегда придумываются они и И любой, кто делает музыку, кстати, скажет, что к ним постоянно приходят всякие... Ну, играет мотив какой-то в голове. Или услышали обрывочек, трансформировали его на свой лад. И, например, вот кусочек мелодии из веселой песни можно применить в грустной, поменяв аккорды, например. Вот вчера так получилось, я услышал кусочек. И когда я записал его уже в программу, ну, то есть когда я распознал ноты эти все, то потом автоматически под ними начал подкладывать еще гармонии, потом еще, и как аккорды получились. И в итоге совсем другое настроение было. Если бы я сейчас услышал оригинал, то вообще бы не узнал, потому что он и в другом темпе, и в другом контексте звучал. То есть, ну, такое, либо трансформировать уже готовую мелодию, либо новые часто просто начинают играть какое-то вот... Даже сейчас у меня что-то такое играют, типа... Например, я не знаю, это вот буквально... Я как бы выхватил из такого вот... Вот у меня как... Оно... Ну, визуально невозможно представить, но... Опять же, да, я даже описать это не смогу. Но оно как... Если закрыть глаза, то такое, как куча идей вокруг летают, и некоторые из них как немного сформировавшиеся и почти что-то напоминают такое. То есть обычно мы это игнорируем, а когда ты настраиваешься на как бы волну создания чего-то, то ты начинаешь слышать это, и когда начинаешь записывать или напевать, то оно диктует, куда дальше мелодия пойдет. Ну, в общем, это я к тому, что вот это до сих пор ко мне приходит. Но раньше я записывал постоянно эти мелодии, как бы, и они меня так вдохновлялись сделать что-то подобное. Я брал все звуки, которые мог найти, еще не умея даже не разбирать, что такое пресеты, что такое синтезатор, как можно настраивать свои звуки, эффекты не умея добавлять. Я просто брал из списка звуков, которые были, вот так вот выбирал что-то отдаленно напоминающее, или вообще не похожие на свою идею, а просто тот, который уже нравился в контексте песни. И из них делал все. Вот это вот первые так года три. И оно так прикольно было. А потом вот сейчас, получается, я заметил, что вот даже когда приходят мелодии, я понимаю, что их, по сути, нет смысла делать, потому что даже если я их реализую, как бы, когда их этого никто не слышит, реально в этом нет смысла. Ну, и не только в этом дело, а в том, как сам процесс тоже получается, при том, что он мне нравится, как бы, но когда понимаешь, насколько это, как бы, невидимое такое, ну, не то, что неблагодарное, а как... То есть, например, одного и того же результата можно добиться несколькими способами. Например, самому построить звук с нуля, потратив на это часа три, и это будет самый прикольный звук, там ты будешь знать, что ты его сделал. Либо взять готовый звук, кто-то уже сделал, для контекста других песен, в общем. И вот, пока ты это делаешь, тебе все равно, но потом, когда ты, как бы, оборачиваешься назад и смотришь, что ты за все это время сделал только звук, например, или даже всю песню сделал, но, как бы, от толку от нее, или... А может, еще из-за того, что... Не то, что нечего сказать, наоборот, у меня постоянно... Я же вот эти влоги делаю, потому что у меня, наоборот, куча всего, как бы, успокоит, и мыслей, и там, постоянно много, но раньше я хотел через песни, через музыку это все выражать, в лириксы это все трансформировать, там, идеи всякие и прочее. А сейчас, получается, у меня постоянно, когда я даже, вот, какая-то вот мотив и идея для песни пришла, то я как будто не такой, типа, кто я такой, чтобы рассуждать о чем-то. И я даже, когда я слушаю некоторых сонграйтеров, тех, кто пишет песню, тех, кто от собственного лица, там, что-то говорят, то оно мне кажется таким, как, типа, наглым, то есть то, что они вот так вот говорят, к кому-то обращаются особо, это как вторжение в личное пространство, то есть, мне не хочется, как будто своей музыкой, ну, типа, никому помешать, или типа того. Вот такой вот, как барьер какой-то. Иногда я себя, как бы, успокаиваю мысль, что если этого никто не услышит, то тогда-таки я могу выразить то, что мне на самом деле хочется выразить, потому что, иначе, если я буду знать, что мне придется это включить, тем, кому у меня есть включать, то, как правило, лучше, чтобы они вообще не понимали, о чем там поется, а те, кто понимают английский, они и не слышат, и даже когда слышат, то, как бы, я не знаю, слова, это как будто слишком такая уязвимая форма самовыражения, что ли, и мне не хватает вот этой, то есть, из-за того, что нету группы поддержки, так называемой, ну, это есть такой термин в книге, я уже не помню в какой, но говорят, что для всех, кто более-менее творческим чем-то занимается, им жизненно необходима, как бы, вот, группа людей, которые разделяют их интересы и понимают, как бы, тонкости этого всего, и когда этого нет, то очень-очень трудно, как бы, поверить, что, ну, короче, сопротивление слишком огромное, но я не об этом, кстати, видео хотел сделать, моя основная идея сейчас, о том, как, собственно, страшно, вот, отказываться от чего-то, чем ты слишком долго занимался, вот, в прошлом году, кстати, в феврале, я именно, вот, для себя решил, типа, вот у меня, как бы, такая крайняя точка, когда я понял, что, сколько бы я музыки не сделал, это все, как бы, никому не нужно, типа, зачем это делать, в общем, и я реально решил, что все, больше не буду делать музыку, и где-то месяц, по-моему, или два, то есть, даже ни одной, ни мелодии не записывал, ничего, типа, решил, что все, больше не будет музыки в моей жизни, или, типа, того, и оно должно было, по идее, сделаться, типа, облегчение, что, типа, скрывать о том, что из этого будет, то есть, получится ли что-то, когда-нибудь из этого, или нет, там, и все вот эти опыты, предыдущие, ну, неудачные, не настолько давят, но, потом, почти сразу, вот это вот пришло, типа, now what? Теперь что? Потому что, когда ты отказываешься от чего-то, что считаешь своим основным делом, по сути, то, вот у меня, как раз, было такое, что, как бы, я не знал, а что тогда, если не музыка? И теперь, наоборот, у меня от этого такое, как будто бы, это единственное, что я могу вообще делать, и я, типа, не имею права теперь отказываться, потому что я, типа, слишком много уже времени вложил в это, и никогда не было понятно, мое это было или нет, и говорят, что, как бы, свой путь, он ощущается правильным, и все такое, но, насчет музыки, мне кажется, не было бы столько сопротивления, если бы это было мое, а, с другой стороны, наоборот, может, оно специально, такое, тернистое, чтобы я, благодаря этому пути научился большему, и никак же не узнать, не понять этого всего, потому что, ну, ни у кого не спросить, не узнать, и внутри молчит все, не хочет говорить, и мой мудрый петахик, как говорится, и вот, насчет музыки, получается, у меня не было всегда ощущения, что это прямо, вот, мое призвание, у меня нет такого, что я прямо, постоянно все играю, я вот смотрю на некоторых, которые более успешны в этом, например, видео делает Эндрю Хуан, он, блин, каждый день в видосики выкладывает, как он там из каких-то кухонных принадлежностей, там, постучал ложками, исказил звук, там, растянул, взял сэмпл какого-то крика, взял какой-то звук из прошлого года, там, и каждый день по три песни делает, и постоянно, вот, он путешествует, и записывает везде, где бы он ни был, там, кучу всего, и я думаю, вау, вот это, вот это реально, вот это вот тот, кто как бы живет музыкой, а для меня музыка больше была каким-то как, не то что развлечением, но мне слишком нравится сам процесс подбирания звуков, там, корректировки их, там, вот, то есть, я когда, например, беру какой-то готовый звук, и делаю его максимально подходящим для этой песни, то оно, ну, круто, и мне аж хочется описать, что именно я сделал, и почему я его, как именно я его исказил, чтобы этого достичь, то есть, сам процесс настолько для меня, вот, там каждый удачно выполненный шар, один из там 500, которые составляют создание песни, для меня это как маленькая победа, которую хочется уже делиться, но, я же понимаю, что мало кому такое может быть интересным, только тем, кто тоже такое делает, и даже, короче, блин, вот он в этом, которое видео, что я на него ссылаюсь постоянно, он еще говорит, что у вас должна быть purpose, то есть, ощущение этого, ну, как, не предназначение, а, и не цель, а, ну, purpose, это как слово подобное есть, забыл, короче, слово, как это по-русски, ну, в общем, если, что переведу тут, потому что я реально не могу вспомнить, а у меня насчет музыки нету как раз такого, вот у меня была, когда-то цель, именно вот альбом, например, сделать, это уже для меня кажется, чем-то нереальным, потому что, я из-за своего перфекционизма, не могу никогда допустить, что песня готова, там, даже те, которые, я чаще их выкладываю в таком виде, в каком они есть, потому что я знаю, что я к ним не вернусь, потому что, если я к ним вернусь, то я буду их еще совершенствовать до бесконечности, и они никогда не будут сделаны, и такое, наверное, у многих музыкантов, так сказать, есть, особенно сейчас, когда как бы слишком много вариантов, и вот это не то, что там у тебя один инструмент, гитара, например, ты ее записал, как получилось, и на один микрофон, и все, и это уже песня, у меня такого нет, у меня 20 тысяч видов звуков, каждой гитары можно же делать разными эффектами, и это, конечно, немного мешает, но, с другой стороны, мне это само больше интересно, чем конечный результат, и еще, в основном, из-за того, что всякий раз, когда я доделывал какую-то песню, даже когда я кому-то посвящал песню, что самое такое странное, вот, например, кто-то, я могу видеть, как бы, его жизнь, и она мне навеет мелодию, и я, кстати, уже песен, не знаю, около 10 сделал, которые посвящены конкретным людям, и я им обычно на день рождения скидываю песню, потому что это, как бы, единственное, если ты себя был художником, то я бы нарисовал открытку, а для меня, как музыканта, музыка, это как способ самому что-то сделать, своими руками и подарить, как бы, даже когда я делал песню для кого-то, то у меня была цель, я знал, конечно, результаты, не думал о том, что это же будет на радио, это не будет на радио, это будут они слышать, и мне не хотелось, например, чтобы некоторые звуки были слишком громкими, чтобы, ну, не резал слух, то есть я уже смикшировал, сводил, исходя из того, что это услышит кто-то. Даже в таких случаях, чаще всего, например, я некоторые песни делал несколько месяцев, я записал ее и сочинил за день, но потом месяц, блин, просто откладывал и не продолжал делать, потому что я, у меня всегда как сопротивление какое-то к продолжению проекта, и даже когда я делал такие песни, то потом я их им скидывал, и реакция, как правило, была такая, а, ну да, окей, песня, то есть настолько вот люди как бы не, у меня такое впечатление, что вот оно для меня звучит по одному, а для людей совершенно, они как будто слышат там что-то другое, или вообще не слышат, или мне кажется, что оно нормальное, а на самом деле оно ужасное, из-за того, что никто как бы более-менее подробно не описывает свою реакцию на эти песни, то я не могу знать вообще объективно, нормальная она или нет, и даже когда кто-то хвалит, я не всегда верю, потому что чаще до этого наоборот люди находили минуса в них, и это даже полезнее на самом деле, вот когда время проходит, понимаешь, насколько были полезными фразы, типа там, оно должно молотком по ушам стучать, и я только потом уже узнал, что оказывается надо было кик, бейс немного вырезать, лоу энд эквалайзером, я не умел просто в то время еще вообще добавлять эффекты на инструменты, не знал, как их в микшер подводить, то есть, то были не преднамеренные, то были не выборы как бы, потом я уже увидел, что ой-й-й, она звучит не очень, и это, конечно, кстати тоже прикольно, когда видишь, что раньше ты хуже делал, и сейчас хотя бы ты понимаешь, как исправить все то, и часто хочется даже, типа ремейк сделать, или там ремастеринг, я даже иногда обновляю те песни старые, применив к ним то, что я уже сейчас научился, к чему я это, блин? Да, по-моему, когда, например, хвалят кто-то, то тоже невозможно знать, действительно ли они, то есть, многие люди просто из вежливости там говорят, что да, прикольно, конечно, ой, такая песня, но, как бы, слушали бы они ее, если бы они ее там нашли где-то еще, если бы они не знали, что это мое, например, то есть, невозможно знать, особенно, когда текст там, ну, скидываешь сообщение кому-то и ждешь реакции текстом, это вообще, оно devastating, в общем, и когда ты только ради, как бы, фидбэка делаешь, ну, я не только, я же говорю, для меня процесс важнее даже, и когда я сделал песню, то это само по себе ощущается суперкруто, и мне уже даже бывает в некоторые моменты не важно, круто она получилась или нет, но потом, на следующий день, когда ты уже не можешь к ней вернуться, и типа она уже сделана, то ты хочешь показать, что вот круто, смотри, какие классные звуки, как оно прикольно звучит, а в ответ такое, типа, ты нормальный вообще, что это вообще, ты считаешь, что это музыка, вот такое вот, как правило, или вообще, или Доса тут, например, шутку делает из того, насколько, типа, у меня ужасная музыка, и как я, типа, делаю сильно много песен, и они все, типа, одна, другой, хуже, типа, сколько ты альбомов сегодня выпустил, с утра до сейчас, типа, уже четвертый альбом, понятно, и, типа, когда я записываю какой-то звук на диктофор, ну, там, какая-то, например, качеля скрипит, или, Доса, недавно, короче, вот эту вейпилку себе взял, короче, он вдыхает какой-то, типа, кальяна, и у него голос от этого, как-то, сжимается и меняется, и он фразы смешные говорил, и он записал их, они так прикольно звучат, вот я, когда такое записываю, то он это, это называет песней, потому что я раньше, действительно, так и делал, то есть, брал какие-то звуки отовсюду, и потом из них что-то забирал, и это как бы, типа, экспериментал был такой, то есть, оно реально не похоже было на музыку, но это было круто тем, что никогда не знаешь, что получится, и любой звук может в итоге, как в историю превратиться в какую-то, и когда вот берешь кучу всего, складываешь, и потом экспортируешь во что-то одно, это само по себе всегда было так, именно таким каким-то, воу, типа, я что-то сделал, как бы, но, я же говорю, для людей, для других, оно звучит хуже, чем то, что они слышат на радио, например, или, я не знаю, просто, у всех свои предпочтения в музыке, впрочем, поэтому невозможно, по сути, угодить, но ты-то этого не знаешь, и все равно надеешься, что кто-то скажет, ух ты, прикольные звуки, то есть, мне не важно даже, что они скажут, что это крутая песня, я тогда им вообще не поверю, потому что я, ну, у меня как бы не хватает самооценки, чтобы считать, что, типа, ну, короче, это другая тема, но, например, отдельный звук даже, то есть, мне просто хочется пообсуждать, вот эти патчи, в старых синтезаторах, там, вот, в DX7, например, как звучат, вот эти вот, басы FM, или там, сеговские звуки, это вообще, это, ах, отдельная тема, я всегда, когда играю, стримлю какие-то сеговские игры, то все время, музыка, это самое основное мое, вообще, и вот, хотелось бы, чтобы это было не, не просто так, то есть, если мне это дано, если у других, например, нету предпочтений таких, то есть, я не говорю, что я там какой-то, этот, ну, типа, что это дар какой-то, это просто как preference, то есть, кто-то другой не любит, например, звуки сеги, но мне они нравятся, и это мне дано, не случайно, то есть, я, соответственно, могу из этого, если оно меня вдохновляет, значит, это не просто так, и я, как бы, не имею права игнорировать такое, то есть, вот, надо всегда замечать, что нам нравится, и это как начало пути, по сути, для того, что мы могли бы сделать, как бы, вот с этой точки зрения, это круто, но я же говорю, насчет результатов, всегда обидно, но это, конечно, в основном из-за того, что нет у меня сейчас группы поддержки, так называемой, и фактически, очень трудно сейчас в интернете, как бы, быть услышанным, сейчас, трудно из-за того, что сейчас каждый, по сути, может делать музыку, и это ее бесконечно обесценивает, и от этого тоже так немного обидно, иногда видишь, как многие, как по-старомодному, относятся к группам, к студиям, там, а сейчас же уже такого нет, сейчас, по сути, можно один человек сделать целую песню, чтобы она звучала, как группа, ну, и раньше можно было, но сейчас тем более, даже предпочтительнее, по сути, и от этого настолько, вот именно обесценивание, вот этого всего, и от этого обидно, а еще, если, конечно, камера сейчас не выключится, ага, еще минут 10 можно записывать, еще у него была идея, ну, вот этого вот, я не знаю, как его зовут, но у него канал на ютубе называется Make Your Own Goddamn Music, он там, ну, почти как Recording Revolution, всякие трюки там, о том, как правильно записывать инструменты, как правильно сводить конфликтующие частоты, то есть, ну, технически, но вот сейчас, в последнее время, он начал выпускать видео такие, где больше как про психологию, про всякую, о том, как, например, говорит, что у него, все его окружающие, им вообще нет дела до его музыки, и это для меня было таким, обнадеживающим, таким, о, круто, не только у меня такое, как бы, и у него была классная идея о том, что музыка, создание музыки, вот он говорит, я когда начинаю ее делать, все, меня нет, говорит, я уже, типа, уже несколько лет был осведомлен о том, что это, что ты когда начинаешь делать, то переносишься в совершенно другую, как бы, измерение там, и прочее, в режим существования, созидая, я не знаю, и для меня это тоже было таким, ревелэйшеном, потому что я всегда, когда делаю музыку, тут для меня, оно ощущается, как будто я минут 20 ее делаю, потом смотрю, и уже 6 часов прошло, например, это вообще так странно, но оно прикольно, потому что ты знаешь, что ты в концерку хоть что-то сделал, ну, в смысле, оно результат все равно есть, потом слушаешь, и оно прикольно, как бы, если бы еще, да, опять же, ну, это, наверное, нагло вообще с моей стороны, ожидать, что кому-то это может еще понравиться, но с другой стороны, может и не настолько и нагло, как бы, зачем иначе делать, если совсем никто не услышит, да, я не знаю, где-нибудь, а, и он говорит, что пока мы, вот это как раз, да, влетается в мою тему, что, пока мы создаем, наше эго, типа, вообще не участвует в процессе, мы подключаемся, по сути, ну, через душу, к, вот этому, ноосфере, или прочему, то есть ко всему, что есть во вселенной, и оттуда черпаем идеи, и прочее создаем, а потом, как бы, когда прекращаем, то эго, такой возвращается, просыпается, и типа, о, ну шо, типа, это всего лишь 20-секундный кусочек, ты 4 часа на него потратил, никто этого не услышит, вот это начинается все, и эго, как бы, хочет, чтобы, как бы, это оправдать, и пытается ждать от других, типа, поощрения, или прочего, но я теперь понимаю, что это как разные вещи, творчество ради творчества, это круто, и там процесс тогда радует, а когда ты пытаешься сделать какую-то тематическую песню, или там, угодить в какой-то, по каком-то жанре определенном сделать, то для меня это как, ну, неестественным кажется, я так не могу тоже делать, поэтому я, наверное, и не должен, алло, да, я записываю просто сейчас, а все,